Девушки отдыхают... ...и вилкой, пожалуйста. Благодарю вас, доктор. А то уж мне надоело делать замечания. Я водочки выпью. А не будет вам? Вам жалко? Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более она не моя, а Филипп Филипповича. Но это вредно, это раз. А второй, вы и без водки ведете себя неприлично. И так надо наливать. Сначала предложить Филипп Филипповичу, затем мне, а уж в заключении себе. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда. Да, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему. Это нет. Мучайте сами себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему, позвольте осведомиться? Желаю, чтобы все. И вам того же. Стаж. Ничего уж тут не поделаешь. Клим Чугункин. Вы полагаете, Филипп Филиппович? Нечего и полагать. И так все ясно. Я еще водочки выпью. Ну-с, что мы с вами предпримем сегодня вечером? В цирк пойдем. Лучше всего. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил. В театр я не пойду. И кани за столом у других отбивает аппетит. А почему, собственно, вам не нравится театр? Да дурака валянья. Разговаривает, разговаривает. Контрреволюция одна. Вы бы почитали что-нибудь, а то знаете ли... Уже так, читаю, читаю. Зина, убирай детководку. Так что же вы читаете? Робинзона Круза? Эту, как ее... Переписку Энгельса с этим... Как его дьявола? С Каутским. Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Да не согласен я. Что, с Энгельсом или с Каутским? С обоими. Это замечательно. Клянусь Богом. Да. И что... Вы можете с своей стороны предложить? Да что тут предлагать? А то пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Как я и думал. Именно это я и полагал. А вы и способ знаете? Да какой тот способ? Дело не хитрое. А то что ж... Один в семи комнатах расселился. Штанов у него сорок пар. А другой по помойкам шляется. Питание ищет. Насчет семи комнат, это вы, конечно, на меня намекаете. Ну что ж, хорошо. Я не против дележа. Доктор, скольким мы вчера отказали? Тридцати девяти человеком. Так, триста девяносто рублей. С вас, Шариков, сто тридцать. Потрудиться нести? Хорошенькое дело. Это за что такое? За кран и за кота. Филипп Филиппович. За безобразие, которое вы учинили. И благодаря которому сорвали прием. Человек как первобытный. Бегает по всему дому и срывает крады. Кто убил кошку, мадам Полосухер? Кто? Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице. Да она у меня по морде хлопнула. У меня и казенная морда. О том, что вы ее за грудью щипнули. Вы стоите! Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующиеся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. А сами в то же время наглотались зумного порошку. Третьего дня. Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Какой негодяй снабдил вас этой книжкой? У вас все негодяи. Ну что ж, ну Швондер дал, чтоб я развивался. Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского. Зина! 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 Там в приемной. Она в приемной? В приемной. Зеленая, как у порос. Да, зеленая книжка. Ну, сейчас полить. Она ж казенная, с библиотеки. Переписка называется. Энгельса с этим чертом. В печку ее! Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку. Сидит эта изумительная тряня в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет бессмысленные пасквили в газетах, да еще, доктор, ради бога, съездь с ним в цирк. Только посмотрите, в программе котов нету. И как такую сволочь в цирк допускают? Ну, мало ли кого туда допускают. Что там у них? Слоны и предел человеческой ловкости. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? Что же, я не понимаю, что ли? Кот другое дело! Слоны, животные полезные. Ну, и очень хорошо. Поезжайте и посмотрите на них. Иван Армольевич, покорнейше прошу, пиво Шарикову не предлагать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...